наших не было здесь уехали а я кручусь рядом на замок закрывать это замучиться закрывать но надо чтобы закрыто было и в то же время но я знал есть то или нет у меня вот как пошел куда палочка но это мало я взял вот эту вот из-под рельсов а это не каждый видит он открывать будет ее уронит и третьего палочка вот сюда вот так вот я вот так наклонил вот здесь кирпич куда в нее тот который выдергивает он все сделает так а вот так вот вот это вот и вот эта самая загадка здесь точно здесь я ушел там работаю пришел вроде все еще на пришел она вот так вот стоит но я то так не ставила вот она не может пойти сама дверью выдавливает кто был я прошел комнате как будто никого и не было а когда зашел там к вам я увидел перестановку теперь я уже знаю куда идти а это надо но тебе не надо у меня мне надо чтобы когда будете открывать вас по ноге не ударило я его сюда перекинул это убираю сюда все вы приехали ничего не знаете но это не все смотри дальше заходи вот человек зашел сюда но смотрелся что тогда он не взял ладно я зайду и выйду но не знаю что у меня здесь еще замок приготовленный замка нету я вот эту вот ставил пошел вчера я поставил не так а вот так вот вот это у нее место надо же задевать вот эту вот где-то вот я все это обдумал поставил и вот так ли них поставил а здесь поставил это упирается в резинку а здесь черточку гвоздем и даже не видно я пришел а она не так стоит вот это вот вот сюда вот а я вижу и тут кто-то был а тут все стоит как надо он не знает что у меня 7 разных предупредительных мер было почему опыт и поэтому меня по милости божьей еще ни разу не из кармана не езжу везде и ниоткуда не вытащили не украли никогда я где деньги хранить вот дорогой поехали чтоб понять что деньги это не два рубля мы только в один в одном путешествии на бензин потратили 440 тысяч считай в круговую полмиллиона я теперь должен деньги спрятать то что все в команде даже знать с одним случится что и ни в одном месте и нечаянно когда нас оттуда вытряхнут понимаешь какая задача главное где у нас ставка первый раз была в шахте ростовской области ну и дальше в калуге когда мы поехали далее до лиссабона надо что ближе границы было а там мы когда хватали турции это грецию болгарию это там было как будто было даже удобнее нам и там где хранить заранее нам сфотографировали во всех проекциях большой морской контейнер заранее наварили крюча куда мы там все повесили ни одна мышка не залезет внутри как туда попасть когда мы приедем одни все абсолютно вымерено было до до самого последнего шага мы отправили туда литературу я сейчас не знаю может четыре с половиной тонны тонны каждый раз один комплект 31 килограмм мы забираем вот столько-то не даже посетить за неделю допустим 20 20 городов за неделю это минимум три города каждый день а еще суббота воскресенье мы уходим почти по 5 среднем у нас выходила тысячу тридцать километров в день приехать собрать людей выступить вызвать себе полное доверие книги сдать подписать и получить благодарность и таких мест 600 вашу миссию люди понимают никому не повторить никогда почему в первую очередь не с чем ехать а мы дорога ехали но бог дал таких людей которые умеют в интернете вот сергей павлович рядом может показать его у себя он едет дорогой набирает телефон библиотеки и говорит вы до скольки работаете они отвечают до пяти ты помнишь как было и дальше мы так задержитесь мы едем к вам с большими подарками оттуда оттуда мы приезжаем она не одна вокруг него молодежи сколько понятно как один ничего не сделаешь до груз мой я вложил в написание 40 38 книг в бумажном варианте только а книга 750 без страницы да еще у меня 4 до 7 еще плюс 7 в интернетной версии это 50 лет у меня ушел на подготовку 45 тысяч миллионов знаков или 42 там не знаю а в библии 3 миллиона чем-то там наглянуть вот и все разница большая большая в том что ехать с пустыми руками или как как нас провожали особенно трогательная встреча была в австрии в болгарии в сербии какие они выдали все от лукашенко благодарность от рамзана кадырова то мы везде были где пугали в чечню не ехать только мы три раза кажется заглянули прекрасная страна прекрасные люди я вот туда не поеду мне подвизывать и к ним не надо у нас пугали что там только умеют головы резать я не опровергая никого но скажу что с нами поступили не так нас проводили снабдили увидели в оттуда оттуда в магазин зайдите да нам не надо ну зайдите зашли она отрезает вот такой вот кусок сыра продавщица я буду куда же это столько-то берите вы в таком путешествии помидоров там а хлеб возьмете я говорю вот хлеб мы возьмем а там лаваш этих лепешек кучу понятно это люди не где-то в дагестане мы сфотографировались и потом я выслал им фотографию а где полиция в германии задержала я разузнал где это полицейский участок и начальству выслал благодарность какие у вас ребята молодые здоровые и нас задержали видите сел за руль с дороги съехал а там прямо обрыв был он не видит и они нас остановили и давай там где стекло выдвигается туда фонариками светит где стекло думали наркотическая какая-то группа наркобизнеса но мы дали телефон они с артисон валентине дмитриевым позвонили гости ваши ну все они с нами давай фотографируются а девчонка в полицейской форме стояла и все улыбалась а эти с нами рядом стали боевые ребята немцы с кем бы воевать может пришлось и мы их нашли и поставили благодарность даже все так бы было но вот это могло быть и не так что мы им сказали сказать о боге куда ехать ночь они дали машину впереди поехали мы за ними каких людей мы встречали везде нас как будто ждали сильно пугали швецией там сказать да они как там с собаками обращаются там зажмут нигде ни разу никто хуже всего на украине было взятку дай каждый одному дал а другая мне дай прям открытую а мне дай я говорю я дам тогда отойдем сторонку а то тут глазок за нами наблюдает я тогда ему даю книги книги за взятку не идут нам есть что вспомнить не то что украинцы плохие просто я слышал это выражение может неправильно произнесу когда таможенную организовую службу петр первым будто бы сказал сюда поставить людей и назначить им самую низкую зарплату и самых наглых это псовая охота или как они прокормят сами себя то есть будут брать дырать или эти псы прокормят себя открытым текстом мне у петра первых случай нравится когда по бумажке выходит читает он сказал впредь чтобы не было каждый говорят себя чтобы дурь каждого видно было а то дома там секретарша или кто доклад составит тебе вот я показал как теперь это открывает дверь вчера захожу а дальше там врага никакого не было и а каждый раз я отхожу и запирать мне это не выгодно такие предохранители и так всегда ты бы не стал этого делать никогда вообще во первых негде а потом тебе нечего там и хранить а это нужно необходимо чтобы тебе не быть олухом лопухом таким и что это помогает а не то что помогает предохраняет и люди когда знают это и говорят и ты как зашел ты смотрел как стояла метелка то тут нет вот это то главное там под ней черточка была где она все звонят мы нарушили зашли все вот ну да какой то узнал бы если я не показал человек когда заходит ему не дает он что-то денег тут внула в сторону вообще его не поставит все имеет смысл я тебе сегодня говорил вы телефоны теряете меня бог хранит а почему я слышу это он нужен мне так а вредно так а много не звонят ночью над меня полтора метра стоит телефон все заходим так мы побыли алексея семёновича проводили помолимся еще раз может господу угодно будет чтобы прокурор к нам приехал я пойду батюшку чтобы он пригласил его господи боже наш ты длинно велик слава тебе благослови алексеев пути помоги ему переносить все страдания и боли парализованного сергея благослови умирающего александра больного после операции валерия помоги им господи благодарите за здоровье и за болезни за врагов и за друзей уменьши сердце этого максима не дай ему погибнуть в ожесточении открой ему истину твою о загробном мире о любви твоей голгофской жертвы чтобы он творил добро али разрушения слава тебе за все отец сын и святой дух аминь богу слава все на положил этот